На картинке, где я объяснял диаметический смысл цепной трагедии, про векторы, я пытался нарисовать несколько шагов сразу, и мне кажется, это было не очень дорого. Поэтому давайте-ка я покажу только три вектора. V-2, вот такой век, с карнатами 1.0, V-1. И делаем самый-самый-самый первый шаг, как у нас положено. Движемся на столько шагов, когда на следующем шаге мы уже перешагнем. То есть, то, что называется, берем целую участь. Согласитесь, что если на следующих шагах еще не очень понятно, что там будет, почему-то, то здесь все абсолютно очевидно. Вот в этом треугольнике, конечно, нет целых точек. И, разумеется, вот это А нулевое, это целая часть. Ровно то самое А нулевое из алтемберического телевидения. Хорошо? Теперь у нас есть два вектора. Вот этот вектор V0, и вот этот вектор V-1. Параллелограмм, который натянут на эти векторы, выглядит абсолютно естественно. Вот так вот. И его площадь, конечно, равна единице. Потому что вот здесь раньше была единичная площадь, а одна сторона не изменилась, а другая съехала. При этом высота параллелограмм не изменилась. Отлично. Значит, площадь, она единица. А вот теперь смотрите. Когда у меня есть любые два вектора, они обязательно перпендикулярны, то они задают косоугольную систему координат. То есть, любой другой вектор, неважно, как это выглядит, можно представить как с каким-то коэффициентом. Ну, то есть, провести параллельно этому вот так вот, и провести параллельно этому... Построить параллелограмму, у которого направления сторон такие, а вершина, вектор, разлагается по двум неправильным. С какими-то коэффициентами? Давайте эти коэффициенты обозначим Z и T. Тогда это в исходной системе координат. Что такое? V-1 это вектор с координатами 0,1. V-2 это вектор с координатами 1,А0. Замечательно. Смотрим, что это такое. Директор T, Z, T, A, N. Вопрос. Как в системе координат, где Z, T, координат, в системе координат построены по этим объектам, как записывается наша прямая Y равно alphanx? Ну, вот как? Вот это у нас X, это у нас Y. Значит, надо написать, что Z плюс T, A, 0, это альфа умножить на T. Замечательно. Переносим T, A, 0, в правую часть. Альфа минус А, 0, это дробная часть. И делим на дробную часть. У нас получилось уравнение в новых координатах tz, такое же, как там было в координатах микрегресса. Значит, действительно, конечно, вектор уже выглядит по-другому, но уравнение имеет ровно то, что раньше было здесь альфа нуевое, здесь альфа первое. И, значит, на каждом следующем шаге будет так. То есть для того, чтобы понять, что вот этот алгебраический механизм работает так же, как геометрический, не нужно смотреть все шаги. Достаточно посмотреть один самый первый шаг, потому что все остальные такие же, и сравнить вот эти две ровно. По-моему, проще это объяснить нельзя. Я сейчас попытаюсь это, на самом деле, по-другому объяснить, но мне кажется, что это такое самое-самое простое объяснение. Что значит объяснить по-другому? Здесь мы брали совочистительную решетку и смотрели, как она расположена по отношению к прямой y-корняется альфа х. И возникали точки, которые являются вершинами в углой оболочке тех точек с целыми координатами, которые лежат ниже, а тут в углой оболочке точек с целыми координатами, которые лежат выше. А можно было сделать по-другому. Рассматривать другую решетку, а прямую взять какую-нибудь, скажем, y равно 0. Вот мы сейчас так сделаем. Рассмотрим решетку, порожденную вектором 1а2 и вектором 0.1. И посмотрим, какие точки этой решетки имеют положительную ординату, а какие отрицательную. Второй способ объяснения геометрического смысла цепных дробей такой. Рассматриваем решетку, порожденную векторами 1а2 и 0.1. Ну, на самом деле, лучше даже 0-1. И задаемся такой вопрос. Какие точки этой решетки будут над осью абсцисс? А какие отрицательные? Вот смотрите. Вот вектор с координатами 0-1. Вот наш вектор с координатами 1а. Я, разумеется, не рисую здесь решетки, порожденные этими двумя векторами. Ну, вот надо понимать, что по двум векторам, конечно, строится провилограмм. И такими провилограммами всю плоскость мы открываем один слой. Такая действительно получается решетка. Вот какой она имеет вид. Если ввести вот значение у минус второе, это один альфа вектор, а у минус белое это 0-1, то решетка состоит из всех таких вот векторов, где Каэль произвольной целой части. Я повторяю, меня интересует, какие расположены над осью абсцисс, а какие под. Вот алгоритм абсолютно похож на то, что я только что объяснял. Берем вектор и идем столько шагов, какова целая часть числа альфа. То есть так, чтобы на следующем шаге мы уже оказались бы под осью. Ну, разумеется, эта картинка нарисована для положительного числа альфа, иначе нам пришлось бы идти в положенную сторону. Но давайте все-таки так поймем. Итак, вот альф – положительное число, тогда все выглядит ровно таким образом. И вводим новый вектор, нулевое. Он получается вот из о минус второго за а нулевое шагов. Вот. Так выглядит один шаг. Разумеется, если бы у меня было побольше художественных способностей и доска побольше, то я сейчас должен был бы сказать следующее. У меня получили два вектора. Теперь нужно вот этим векторам идти, ну, сделать несколько шагов, и до тех пор, пока мы не перейдем здесь, да? И теперь, получается, опять два вектора – этот и вот так вот. Ну и так далее. Все время между ними расположена ось абсцесс. Так. А при чем здесь цепные дроби? И почему? Что называется? Все будет у нас естественно и хорошо. А вот при чем? Что значит точка расположена над осью абсцесс? Это значит, ну вот, собственно, точка имеет такие координаты. Если вы умножаете вот этот вектор на k, получается ноль минус k. Здесь умножаете на n, получается l. Альфа, l. Складываете, получается l, альфа или минус k. Так вот, чтобы это было точка над, нужно, чтобы альфа или минус k было больше н. А что происходит, когда мы эту пару векторов заменяем на такую пару векторов? Фактически, мы должны выразить наш вектор через . и у минус 1 и у минус 2, а теперь у нас новое у нулевое и у минус 1. Это несложно. Потому что, смотрите, k у минус 1 плюс e у минус 2, ведь у нас есть такая формула, которая выражает. Значит, я могу там, где было у минус 2, написать у нулевое минус, а у нулевое у минус 1. Вот я это, собственно, делаю. И получается вот такая штука. У минус 1 входит с коэффициентом k минус l а нулевое, а у нулевое входит с коэффициентом l. Вот это число обозначаем в m. У нас теперь есть число m, l. Раньше были числа k и l. Вот на число k и l было такое неравенство. Альфа, l больше, чем k. Хорошо. Теперь как бы это написать на m и l? Это очень просто. Первое неравенство. Прибавляю l а нулевое и вычитаю l а нулевое. Соображаю, что вот здесь вот получилось число минус n. Потому что m это k минус l а нулевое. Здесь минус n получилось. А здесь альфа, l минус а нулевое, l. Фактически получилось дробная часть а. Замечательно. То есть неравенство вот такое. Неравенство вот такое. Выносили такую. Дробная часть l минус m больше нуля. То есть, переношу m как направо и делю на дробную часть альфа. l больше, чем m делить на дробную часть альфа. А дробная часть альфа, это у нас называлось единица делить на дробную часть альфа. Это называлось альфа один. Вы, конечно, можете удивиться, почему здесь получилось, что l больше, чем альфа один. А здесь было альфа, то есть там альфа не двое, l больше, чем k. Казалось бы, это странно, потому что неравенство в другую сторону. Здесь альфа один умножается на число и должно быть меньше, а здесь альфа умножается и должно быть больше. Ничего странного. Ведь, смотрите, на нашей картинке эти точки лежат над осью, а эти лежат под осью. Вот это и есть. Вот это над, а здесь, соответственно, под. И таким образом у нас все время происходит смена знака неравенства и переход сверху вниз, потом опять вверх. И так далее. Вот. Таким образом можно тоже принимать геометрические нейтроны. Я не знаю, какая из картинок лучше. Мне лично чуть-чуть больше нравится вот это, когда она так понятна. Вот скажешь прямую y-харма альфа и смотришь, как по отношению к ней выглядят точки с целыми координатами. Но с другой стороны, в общем, фактически это то же самое, только про наоборот решетку, прирожденную вот такими векторами. А задача, в какие из точек, просто шутить в других органах, а задача, какие точки имеют положительные какие-то цели. Да еще, здесь вот написано beta. Это называется промежуточные крови. То есть, на границе области, которая получается, если вы берете точки нашей решетки, да, и в углу оболочку, расположены не только точки, соответствующие подходящим уровням, но и промежуточным. Что такое промежуточная тропа? Вот у нас есть формула, которая выражает очередную подходящую тропу, да, pn-1, pn-1, pn-2. Вот и здесь pn-1, qn-2. Так вот, понятно, да, мы здесь делаем шаг на а-н, но можно же потихонечку по одному. То есть, если здесь вместо а-н напишите произвольное целое число, какое-нибудь число c, которое больше или равно единице и меньше или равно а-н. То у вас будут возникать такие тропи, они геометрически соответствуют вот этим точкам. Ну, в предыдущем рассказе там такие точки без холла тоже возникали. Тоже картина же фактически та же самая, просто в разных картинатах нарисованы. И, разумеется, там тоже, на границе выкуловой оболочки, лежали вот те самые промежуточные точки, которые соответствуют традиционному промежуточному порядку. Продолжение следует... Продолжение следует...